В республике завершается работа над международным проектом «Читаем Нарспи». Знаменитую поэму Константина Иванова разделили на небольшие отрывки, которые читают люди со всего мира. Сегодня к ним присоединились и сотрудники национального телевидения «Чувашия». Ты не рвись, душа живая, кони трогаются в путь, Как от сердца отрывая все, что мило, не вздохнуть. И когда, свернув с дороги, пояс свадебный исчез, Долго-долго, как в тревоге, громыхал дремучий лес. Телеведущие, артисты, писатели и просто те, кто хочет выразить свое отношение к творчеству чувашского поэта. У каждого всего 20 строк, чтобы передать настроение главных героев поэмы Константина Иванова «Нарспи». Свой отрывок необходимо снять на камеру, можно непрофессиональную. Главное требование – в кадре должна быть хорошо видна достопримечательность города или даже страны. Сегодня у нас принимает участие больше 20 стран. В этом проекте примерно 70 человек с различными отрывками. Очень интересные места люди читали. Перу, Новая Зеландия, Австралия, Сиднея, Франция, Германия, Испания, Италия, Греция, Гуа, Китай. Очень много кто принял участие. Проект «Читаем Нарспи» – детища национальной библиотеки Чувашской республики. Он состоит из двух частей. Поэма «Нарспи» переведена на многие языки. И мы решили как можно больше людей познакомить с творчеством Константина Иванова. И выбрали отрывок из главы «Красная девица». Этот отрывок читали на 20 языках. Все выступления будут собраны в два видеофайла. Посмотреть «Нарспи» на русском языке и послушать отрывок поэмы на разных языках мира можно будет в интернете. На сайте Национальной библиотеки и Министерства культуры Чувашии. Презентация проекта назначена на 27 мая, день рождения Константина Иванова. Мария Шоклева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Евгений Анисимов. Республика.